Неделя началась с тревожного для всей страны сообщения. На трассе под Калугой перевернулся автобус с детьми. Танцевальная группа ехала на соревнования из района в областной центр. В автобусе находились 31 ребенок из 16 сопровождающих. В результате происшествия погибли четверо детей и трое взрослых. 24 пассажира получили травмы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Позже выяснилось, что у автобуса были проблемы с техосмотром, а собственник транспортного средства и вовсе не имел права на перевозку детей. В Иванове за последние годы таких серьезных происшествий, к счастью, не было. Но нарушения перевозчиков фиксируют регулярно. В 2018 году отдельным батальоном госавтоинспекции было выявлено шесть нарушений со стороны организованной перевозки группы детей по статье 12.23, часть 4. В 2019 году только за январь месяц выявлено четыре нарушения со стороны организованной перевозки группы детей. Требования к организациям, перевозящим несовершеннолетних, год от года ужесточаются. Соответствовать им все сложнее. Но все же реально. Во-первых, все автобусы, они должны оборудоваться эросистемой голона, стахографами. Водители обязательно должны перейти в медицинское освидетельствование. У нас заключены договора с соответствующими предприятиями, где они проходят до поездки и после. Кроме этого, необходима ОСАГО, необходима, значит, пассажирская страховка в случае несчастных случаев. Кроме этого, составляется список всех детей, фамилии, имя, отчество, телефоны, телефоны их родителей. Кроме этого, делается схема маршрута, какие будут остановки, рассадка в автобусе. Это тоже все есть. В первую очередь, должны быть, присутствовать в автобусе ремни безопасности. Все дети должны быть пристегнуты, никто по салону ходить не должен. Поэтому у нас в автобусе на каждом ряду ремни безопасности инерционные. То есть вот я продемонстрирую, как они... Вот, пристегнулся один пассажир, пристегнулся второй пассажир. А где тушитель, соответственно? У нас в автобусе их три. То есть вот один находится вот здесь, второй находится на входе, и средняя дверь, там находится третий. Аптечки для оказания первой медицинской помощи. Их три. У меня их три. Вот, показываю. То есть как бы это обязательно. Не менее строгие требования и к человеку, перевозящему детей. Права с открытой категорией Д. Лицензия на перевозку. Медицинский допуск к рейсу. Стаж управления автобусом не меньше одного года из трех последних лет. Регулярное прохождение инструктажа о транспортировке детей. На этапе получения лицензии отсеиваются и лихачи. Госавтоинспекция смотрит на нарушения водителя за год. Если у него не было каких-то либо серьезных нарушений, за что предусмотрено лишение водительского удостоверения, то водителя допускается к перевозке организованной группы людей. Вот-вот вступит в силу еще одно ужесточение правил. По новому закону автобус, перевозящий детей, не должен быть в эксплуатации дольше 10 лет. С этим не все перевозчики согласны. Многие уверены, техническое состояние автобуса и его возраст не одно и то же. Мы как практики говорим, что здесь не столько зависит от этого, а именно от технического состояния автобуса. Если взять наш автобус Mercedes Travega, ему 16 лет, однако по техническому состоянию, по тормозам, резинам и все, безопасность, все это, оно не хуже, чем автобусы российского или китайского производства, которых, допустим, 5 лет. Для этого мы перед поездками делаем проверку. У нас есть механик, который выпускает его на линию. Естественно, мы проверяем тормоза, смотрим все узлы, делаем ТО. Вот мне кажется, это важно. В остальном перевозчики соглашаются, контроль в этой сфере чрезмерным быть не может. Ведь какими бы строгими ни были правила, это оправдано, когда в салоне автобуса самое ценное. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.